В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по Выборгске» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! В парке Монрепо сегодня началась посадка деревьев. На главной и Ступишинской аллеях высаживали липы мелколисные. Посадочный материал привезли из Германии, из древесного питомника. Высота саженцев достигает 6-7 метров. Весной на этих, а также на гостевой и восточной аллеях парка планируют посадить порядка 150 деревьев. Этот посадочный материал успешно был использован при реконструкции летнего сада и показал очень хорошие результаты. Там приживаемость порядка 99% была. Именно поэтому и был выбран этот поставщик. Деревья приехали распустившиеся, но это не так страшно. Почему? Потому что у нас температурный режим уже тоже входит в норму. Сейчас он порядка 50 градусов. И для приживаемости эта температура еще и лучше. У нас не происходит подсыхание корневых систем. На территории перед воротами и в долине Розенталь высадят дополнительно кусты розоругозы, которую мы называем шиповником. Этого растения привезут порядка 5000 штук. Всего же посадят порядка 7500 кустарников. Посадки должны завершиться к 20 мая. Следующий этап посадок будет происходить осенью. И последнее, что будет высаживаться весной 2019 года, это места хозяйственной части, там где сейчас идет новое строительство. А также рядом с усадебным домом, когда будет закончена реставрация здания. К концу мая реставраторы завершат планировку территории слева и справа от входных ворот. Посадка деревьев там запланирована на весну следующего года. А также замостят входную аллею комбинированным покрытием. По краям для удобства пешеходов будет сделана гранитная брусчатка, она плоская, размер ее 100 на 200, толщина 100. Посередине будет сделано мощение валуном. А по краям будет выполнен гранитный бордюр. Реставрация в парке Монлюбов продолжается. Гостям напоминают, что заповедник закрыт на просушку до 15 мая. Пожар в Петровском микрорайоне Выборга обеспокоил жителей. Густой дым был виден даже в центре города. Горело пустующее здание на улице Петровской. Как рассказали нам сотрудники МЧС, сообщение о возгорании дома номер 13 поступило в 16 часов 42 минуты. Расчеты 52-й и 53-й пожарных частей прибыли на место спустя 4 минуты. Благодаря их слаженным действиям ликвидировать пожар удалось примерно через полчаса. Постройка выгорела на площади свыше 500 квадратных метров. По мнению спасателей, ущерб мог быть куда меньшим, если бы информация о пожаре поступила раньше. Здание принадлежит, предположительно, Министерству обороны. Кто в действительности является его собственником и почему оно загорелось, предстоит установить. Ленинградская область сохраняет финансовую устойчивость. Об этом говорили на заседании правительства. В 2017 году регион выполнил план по доходам и на треть снизил объем государственного долга. Доходы бюджета составили по итогам года более 105 миллиардов рублей. Расходная часть – более 113 миллиардов. Губернатор Александр Дрозденко призывал усилить личную ответственность руководителей комитетов правительства и муниципальных чиновников за исполнение бюджетных показателей. У нас есть уже такие, кто два года имеет исполнение, ниже 90 процентов. Вот три года. Значит, либо представитель комитета, либо первый зам, по мере ответственности, кто больше там отвечает за это ведение всего, будет оставлять свою должность. То же самое предлагаю сделать муниципалитетным. С тем, чтобы у нас у каждой победы была своя фамилия, ну и у каждой проблемы была своя фамилия. Глава региона сообщил также, что с этого года работу муниципальных чиновников будут оценивать. Те, кто серьезно не дотянул по всем 47 показателям, могут лишиться своих постов. Чем будут награждать передовиков, пока не решили. Александр Дрозденко предложил вручать отличившимся переходящее знамя. Возможно, флаг Ленинградской области, побывавший в космосе. Некоторых муниципальных чиновников губернатор пожурил за неэффективное использование бюджетных средств и рекомендовал не перекладывать ответственность за бездействие на областные власти. Мы не отремонтировали водопровод, потому что мы написали письмо правительству Ленинградской области, нам не дали денег. Офигели! Вот уже по-человечески скажу, офигели! Это ваши, даже не ваши, а их муниципальные полномочия. Это объекты, которые находятся у них на балансе, в их собственности. На заседании обсудили также вопросы реализации государственных программ, обеспечения пожарной безопасности, работы с молодежью. Правительство одобрило законопроект, регламентирующий меры господдержки одаренных детей и талантливой молодежи. На основе его будут подготовлены или обобщены, или, может быть, переформатированы все нормативные документы правительства Ленинградской области. Планы у нас достаточно большие по работе с одаренной талантливой молодежью, но надеюсь, что сможем их все реализовать. Каким образом чиновники должны прописать в последующих подзаконных актах? Студенческая весна пришла в Выборг. Региональный фестиваль творчества студентов накануне вновь стартовал в нашем городе. Этому не помешало даже внезапное отключение электричества. Оно хоть и отодвинуло церемонию открытия, но никому не испортило настроение. Выборг принимает фестиваль, начиная с 2010 года. В этот раз он собрал более 150 талантливых участников из разных уголков Ленинградской области. Можно сказать, что наш фестиваль и наша площадка являются фабрикой звезд талантливых и молодых ребят нашего региона. Фестиваль студенческого творчества Ленинградской области объявляется открытым. В первый конкурсный день участники продемонстрировали свои танцевальные способности в нескольких номинациях. Жюри оценивало эстрадные и современные танцы, классические и уличные, спортивно-бальные и народные. Студентки Института экономики и финансов, права и технологий из Гатчины так хотели победить, что привезли сразу несколько номеров. Зрителям они особенно понравились в роли кукол, оживших ночью и устроивших настоящую дискотеку. За кулисами девушки признались, что не мыслят себя без творчества и рассказали о том, какой он современный студент. Активный, позитивный, очень творческий. На самом деле очень много студентов, и они рано или поздно открывают себе какие-то таланты. Вот такие мы. Нужно как-то отдыхать. Фантазия наша развивается. Мы двигаемся, мы радуемся жизни просто. Только за один конкурсный день было продемонстрировано около 30 номеров. Сегодня программу фестиваля продолжили выступления в номинациях «Музыкальное и театральное направление». От Выборга в нем участвуют пять команд, представляющих как среднее, так и высшее учебное заведение. В их числе сборный Института экономической безопасности Ленинградского государственного университета имени Пушкина, в составе которой 19-летний Иван Лукин. 25 апреля в Гатчине он одержал победу на областном конкурсе «Студент года» среди студентов СУЗов. Иван учится на третьем курсе по специальности «Прикладная информатика по отраслям отделения среднего профессионального образования». Во-первых, он у нас интеллектуал. Школа, девятый класс без единой четверки, красный аттестат. Все пятерки за три года обучения. Профессию выбрал сознательно с детства и, собственно говоря, сами преподатели говорят, что иногда бывает ему здесь делать нечего, когда нужно растолковывать его на курсникам, и он делает задания в разы быстрее. В этом смысле. А уж дальше он у нас потрясающий актер нашего театра-миниатюр. Он танцует, вот сейчас он будет танцевать. Четыре танца из пяти, которые мы заявили. Иван 9 лет занимался бально-спортивными танцами, а сейчас участник коллектива «Сурамень». Программированием увлекается с детства. С юных лет изучает историю в усадьбе викингов Сваргас. Поэтому ему не составило особого труда выполнить одно из конкурсных заданий на фестивале «Студент года». Представить, как его профессия может способствовать развитию туризма в регионе. Выборжец предложил разработать специальное приложение для телефонов. Квест-туризм, то есть основанное на геолокации приложения. То есть я к этому непосредственно руку тоже прикладывал. То есть мне было довольно легко об этом рассказывать членам жюри. Мой дед меня с самого детства научил включать компьютер, разбирать его, собирать. Поэтому с электроникой я, можно сказать, на «ты» с детства. Ну и как-то пошло, поехало. И мне нравится что-то создавать новое, скажем так. Так как это огромное пространство, где можно реализовать себя. Благодаря победе Ивана конкурс «Студент года» в следующем году пройдет в Выборге. Ну а студенческая весна продолжается. Ее лауреатов назовут 28 апреля. Лучшие из них представят Ленобласть на Всероссийском фестивале. Он пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая. Проект «Детский мир коренных малочисленных народов Ленинградской области» презентовали в Выборге. В межпоселенческой библиотеке детей и взрослых с традициями вепсов и жор и води, древних народов, которые жили на ленинградской земле, знакомили волонтеры Центра коренных народов. К сожалению, носителей культуры остается все меньше. Так на территории региона живут всего 15 представителей народности водь. Лишь пятеро знают язык. Гостям фестиваля удалось послушать его звучание. Волонтеры показали спектакль на водском языке с переводом. Предание Юрча и Змеюк было записано в 1942 году в одной из деревень Кингисепского района. Водский язык, так же как и жорские, и вепские языки, занесен в Красную книгу исчезающих народов. Бог пришел на пир в Краколье, наш Господь на пир в деревню. Я очень горжусь нашими волонтерами, потому что это прекрасные специалисты, которые ни сил, ни времени не жалеют на то, чтобы донести вот эти остатки чудесной, такой даже великолепной культуры коренных народов до сегодняшних детей, до сегодняшних взрослых. Самые крепкие волонтеры – это представители коренных народов. Вот сегодня вы видели спектакль, в нем принимали участие и жоры, и вожане, и карелы. В библиотеке звучала музыка, которую мы могли бы услышать, перенесена с машином времени на 100-200 лет назад. Выпускница Петрозаводской консерватории Елена Видайко познакомила гостей с десятком народных инструментов, многие из которых стали прародителями современных. Я долго прожила в Карелии и научилась, узнала вот эту красоту, вот этой музыки. Ну, у меня на самом деле еще карельские предки тоже есть, у меня бабушка карелка, и почему-то мне так понравилась эта музыка и эти инструменты, может быть, поэтам, со предков. В рамках фестиваля для детей и взрослых организовали мастер-класс игры на Кантеле. Другая группа училась делать традиционную куклу. Я занималась просто славянской гимнастикой, и мне надо было шить трубаху. Я была далеко от традиции, от всего. И пришла я в этнографический музей как раз на стажировку костюма, а уже там я увидела куклу. Была выставка Пороскева, я впервые увидела вот такие красивые куклы, сделанные руками, традиционные. И вот с тех пор у меня появилась любовь к кукле и пошла учиться. И до сих пор я учусь и играю с куклой. Колоссальное чувство удовлетворения я получаю, когда я показываю такие мастер-классы, потому что видно, как не только дети делают, а подтягиваются и родители, и бабушки, и дедушки. Центр коренных народов Ленинградской области подарил межпоселенческой библиотеке большое количество книг и пособий о традициях и культуре исчезающих народов. Весенняя ярмарка пройдет в Выборге 29 и 30 апреля. Традиционные ее площадки развернутся на территории Южного рынка. Натуральную продукцию привезут сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Выборгского района, Ленинградской области и других регионов России. Помимо продуктов питания в ассортименте будут представлены посадочный материал и садовый инвентарь, текстиль, хозяйственные товары. Мастера народных ремесел и художники предложат гостям ярмарки сувениры и изделия ручной работы. Торжественная церемония открытия пройдет в 11 часов в воскресенье. Ее продолжит музыкальная программа. С маленькими посетителями ярмарки будут работать аниматоры. Организатором мероприятия выступает комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района. Бессмертный полк 9 мая соберет сотни тысяч человек. Во всех городах России и некоторых других странах люди пройдут по улицам с портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны. В их числе будет и Капитолина Мошникова. Ее отец Николай Мошников освобождал десятки городов России и Европы. На фронт был призван в июле 41-го Череповецким военкоматом и зачислен в 61-й стрелковый полк связистом. 12 августа был ранен, а через полтора месяца вновь вернулся в строй. С 1942 года, с марта, он участвовал в боях в составе 5-й артиллерийской дивизии. В 43-м году, когда уже наши войска пошли в наступление, он участвовал в освобождении городов Смоленск, Ельния. А в 1944 году, в июне, он участвовал в боях под городом Выборгом. А уже в 44-м и в 45-м годах шли бои уже в Европе. Он участвовал в освобождении Будапешта, Вены, столицы Австрии и много-много других городов. Были такие дни и месяцы, когда они просто не бывали даже в помещении. Жили в окопах. Зимой подстилали под себя лапник и ночевали. А к часовой каждый час будилось, чтобы они не замерзли в снегу. Я помню, как однажды, субботним вечером, после баньки, мы всей большой дружной семьей сидели за столом. После традиционных 100 грамм фронтовых отец сказал, какое это счастье сидеть рядом с вами, с родными, в уюте, в тепле. Как я мечтал об этом там, на фронте, в окопах, в холоде и в грязи. Я думаю, что вот это помогло ему выжить, потому что он знал, что его ждут дома его жена и сын. О боевом пути Николая Мошникова рассказывают многочисленные документы, которые удалось сохранить семье. По этим справкам можно буквально изучать географию России и Европы. Эти все справочки сохранила моя мать бережно. Я тоже их хороню, а потом передам своему внуку, чтобы память о нашем родственнике как можно дольше жила в сердцах. И я считаю, что это документ, доказательство того, что наши войска, наш народ, наша армия победили фашизм. Николай Мошников был награжден медалями за отвагу, за взятие Будапешта и за победу над Германией. Его супруга Зинаида Алексеевна, пока глава семьи воевал на фронте, трудилась в тылу. Им тоже нелегко было, когда они работали в колхозе за себя и за своих мужей. И у них еще на руках были дети. Но у них председатель был очень добросовестный и всегда обращался. Бабоньки, милые, нужно. От зари и до заката работали, потому что удовольствием нужно было обеспечивать армию. Сами они не доедали, не голодали. Но все сделали для того, чтобы победить врага. Я бесконечно благодарна своим родителям за то, что они нас вырастили в такое трудное время, воспитали, всем дали образование. И хочу, чтобы память о моем отце и матери сохранялась как можно дольше. В 1947 году Мошниковы переехали в Сякиярве, ныне поселок Кондратьево. Воспитали пятерых детей. Более 350 спортсменов из 30 клубов Ленинградской области и Республики Карелия приняли участие в традиционном турнире под Хэквондо МФТ на Кубок Апраксина. Соревнования проводились по программам туль, спарринг, сила удара и силовое разбивание предметов. Наиболее активное участие в состязаниях на Даянах приняли выборжцы. В Выборгске ребята у нас представлены всеми нашими клубами. Это и новые открывшиеся клубы «Мир» и недавно открывшийся клуб «Легенда». Также все клубы «Чемпион», «Победитель», «Сила», «Фанат», «Витязь», «Родина». То есть огромное количество всех, все наши клубы, которые у нас есть в Выборге, они все принимают активное участие в этих соревнованиях, так как они проводятся у нас дома, на родине. Самым зрелищным в этом виде спорта является, конечно же, спарринг. Удары наносятся в разрешенную часть тела. Очки присуждаются за попадание ногой в корпус. До шеи – 2 балла, верхний уровень по шлему – 3 балла. Если же корпуса противника достигла рука – 1 балл. За некорректные удары рефери обязательно снимет со спортсмена очки. Досрочная победа может быть лишь в случае очевидной слабости одного из участников соревнований по решению его секунданта. А вот нокаут Тхек Ван До наказывается строго. Если был спортсмен нокаутирован ввиду сильного удара, то спортсмен, который его нокаутировал, который выполнил этот удар, он считается дисквалифицированным, потому что он сделал удар слишком сильно, не успел ограничить свою силу, свои возможные эмоции какие-то. То есть он нанес его слишком сильно и причинил урон своему оппоненту. Для самых юных участников от 4 до 10 лет в этот день прошел так называемый фестиваль цветных поясов. Одним из детских инструкторов сегодня является мастер спорта Маргарита Соколикова. Совсем недавно в составе команды девушка стала призером чемпионата Европы, который проходил в Словении. В основном все зависит от физической подготовки спортсмена и технического уровня, потому что просто так невозможно прийти и взять и выиграть. Нужно к этому готовиться. В первый раз в чемпионате Европы в новой для себя возрастной категории успешно выступила и известная выборгская спортсменка Елена Чебану. Студентка института имени Лесговта продолжает спортивную карьеру. Новый возраст, новый вес, новая категория. Я еще никого не знаю из соперниц. И как бы из-за того, что вот ничего не знаешь, конечно, сложно. Но в принципе справились. Кстати, в этом году в Федерации Тхэквондо появилась третья система электронного судейства, что значительно облегчило процесс и сократило время проведения соревнований, а также повысило грамотность судей. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего доброго.